В официальной общественной жизни евреев больше не видно. Они в сугубо не политических сферах. Традиционным публичным музыка, кино, шахматы добавились особо востребованные в безэмоциональной среде. Юмор и изредка допускаемая сатира. Аркадий Исаакович Райкин, главный советский комик, исполнитель самых острых разрешенных шуток. Прицепилась в актершу в греческом зале, в греческом зале. Миллионы людей повторяют эти фразы в разговорах, пытаясь воспроизводить интонацию артиста. Я прихожу к тебе, ты через завсклад, через директор магазин, через товаровед достал дефицит. Монолог про дефицит, важнейшее понятие эпохи. Кус! Спис-фиски! Спис-фиски! Написал тогдашний зав. литературной частью Райкинского театра «Миниатюр» Михаил Жванецкий. Мадам Жванецкая, ваш Миша вернулся. Потом, в сольной карьере, одессит Жванецкий станет высшим достижением жанра, писатель-сатирик у микрофона. Есть юмор, вызывающий смех, а есть шутки, вызывающие улыбку сострадания. Есть живой человек, степной и горячий, как летний помидор, а есть бледный, созревший под стеклом и дозревший в ящике. Субтитры создавал DimaTorzok